приветствую всех на своем канале в этом видео хочу рассказать как я подключил свой дачный домик сети 380 вольт какой использовал кабель какие использовал автоматы как провел проводку по комнатам в дачном домике но маленькая предыстория как вы видите вверху два провода это раньше была сеть 220 вольт садового общества затем за неуплату нас отключили и обязали подключиться к энергопоставляющей коллектор поставляющей организации мы все написали заявление вот сейчас будьте внимательны если вы пишете заявление на увеличение мощности до 10 киловатт это вам подключат 220 вольт если до 15 киловатт вам подключат 380 вольт так как нам никто об этом не говорил я написал на увеличение мощности заявления на 380 вольт управляющая компания провела свой кабель от столба до столба по всему садовому обществу и повесила счетчик мне это обошлось в 550 рублей счетчик на 380 вольт mellur 307 умный счетчик показания передаются автоматически в энергопоставляющую организацию в данном случае в электро поставляющую организацию после того как был установлен счетчик счетчик не устанавливали после заключения со мной договора и оплаты 550 рублей мне надо было провести кабель от столба до домика если связываться с электро поставляющей организации мне опять надо было составлять договор платить сумму где-то в размере 7000 и ждать некоторое время после того как они проведут кабель это домик бы они не подключили тоже хочу застрить на этом внимание домик бы мне пришлось подключать или самому или нанимать электрика вторым вариантом я и воспользовался у нас здесь есть электрик в садовом обществе мы с ним договорились я оплатил стоимость материала и его работу не это где-то вышло 1000 на 2 дешевле где-то я заплатил 5000 и вот он мне провел кабель тип 4 на 16 от столба до домика сейчас мы посмотрим как у нас это все получилось переходим к домику электрик подключил кабель тип 4 на 16 к электро счетчику и провел его дома его дачного домика закрепил его анкерным зажимом и завел его под крышу так его попросил чтобы как можно меньше осадки попадали на прокалывающие зажимы при помощи этих зажимов был подключен кабель 4 на 4 как вы видите он в белой гофре если у вас большую часть провода находится на солнце рекомендуется черная гофра она защищена от ультрафиолета дальше идем по гофре и кабель заходит в домик смотрим как дальше идет проводка идем в домик через фронтона через чердак кабель у меня заходит в электрический ящик здесь у меня стоит в одной автомат на 25 ампер и нулевая шина вот подошли три фазы вот они вышли из автомата в данном положении автомат у нас выключен сейчас мы его включаем загорелся свет и напряжение по кабелю пошло опять вверх на чердак хочу сказать вся проводка у меня проведена по чердаку вниз в комнаты выходят только провода в распаячные коробки на розетки или на выключатели идем на чердак смотреть как я там сделал проводку как я на улице рассказывал кабель у меня через фронтон заходит на чердак и идет в комнату из комнаты снова поднимается на чердак и по крыше по опалубке стрелками показано заходит в электро ящик в этом электро ящики идет расключение кабеля по фазам как вы видите вот одна фаза вот вторая фаза и внизу третья фаза здесь находится нулевая шина на каждой фазе стоят автоматы все автоматы у меня стоят на 16 ампер можно конечно было бы поставить примеру автомат на 10 ампер на свет на 16 поставить на розетки но у меня на 10 нет я поставил все на 16 думаю ничего страшного в этом нет светильники у меня все светодиодные при желании здесь можно сделать заземление а также можно поставить узо можно поставить диф автоматы но это все зависит от хозяина дачи от его финансового положения от его возможностей дальше после распределения фаз по комнатам я еще раз вам скажу у меня каждая фаза идет на отдельную комнату у меня вот дача из трех комнат вот одна комната вторая комната и третья комната и вот отсюда у меня провода выходят по чердаку сверху и снизу и расходятся по комнатам вот снизу тоже выходит и вот у меня такой таскать пучок проводов пошел по самому чердаку вот вы видите вход один в комнату дальше вот я вам свечу вот там вот в углу 2 и так вот по всему чердаку какой я кабель использовал для розеток кабель для розеток обычно используется сечением 3 на 2 с половиной на свет ставится 3 на полтора но так как у меня был в избытке кабель 3 на 2 с половиной я его везде и протянул теперь давайте спустимся с чердака вниз и пройдем по комнатам посмотрим как там я сделал раскручение всей проводки самое простое кабель вышел из чердака зашел распаячную коробку давайте мы сейчас ее посмотрим вот у нас тут такое подключение вот и дальше один кабель пошел у нас вниз на выключатель вот ну а второй кабель соответственно пошел на люстру вот она люстра у нас рабочем состоянии это более простая схема также кому интересно я вот сделал вот такой набор розеток это для того чтобы не совать тройники переходники и разные смесители здесь можно и телефон их заряжать и ставить от комаров и подключать приемники телевизоры но только небольшие силовые приборы вот эта схема подключения немного посложней провод опускается с потолка вниз идет в распаечную коробку из распаечной коробки идет на розетку также идет на выключатель который включает свет в подвале вот он пошел провод в подвал и еще самое интересное я оставил на закуску выходит провод распаечную коробку как обычно один провод пошел у нас на выключатель второй провод у нас пошел вверх по потолку на люстру третий провод вот он на сбоку через стенку проходит соседнее помещение выходит в распаечную коробку от нее пошел провод вниз на выключатель с выключателя на светильник кстати все работает просто другой провод по потолку даже не по потолку а под потолком идет до следующей распаечной коробки в этой распаечной коробке один провод уходит на розетку второй провод продолжает идти дальше под потолком это же встречается с распаечной коробкой здесь один провод идет на двойной выключатель вот он который включает свет на улице вот эти два провода выходят один провод идет на свет под навесом вы видите лампочку вот они здесь выходят вот один пошел на лампочку а второй пошел на прожектор тоже под крышей чтоб как можно меньше природные осадки попадали на него и выходит вот сюда вот на прожектор вот такое подключение расключение я сделал по всему домику от чего ушел к тому и пришел на этом я хочу закончить свое видео подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии жду вас на своем канале все всем пока